Здравствуйте! Когда мы ведем духовную жизнь, порой бывает, что в нашем сердце появляются две вещи. Например, я приведу пример. Когда Йоанна ужалил скорпион и он умирал, ему говорили, что он сможет прожить максимум два часа. Знаете, о чем я тогда подумал? Мне казалось, Бог говорил, ты же не можешь отправить ради Йоанна врача или лекарства. Из Сиула до Алиберии нужно лететь 18 часов. Невозможно отправить ни врача, ни лекарства. И тогда я вспомнил слово из Библии. Надеющиеся на Господа обновятся в силе. Я спросил нашего миссионера, могу ли я поговорить с Йоанном. Он сказал, да, конечно, пастор. Йоанн, возьми телефон, это пастор Ксупак. Йоанн находился при смерти. Я спросил, Йоанн, ты слышишь меня? Он сказал, да, пастор. Йоанн, говоря, тебя ужалил африканский скорпион. Ты умираешь. Но Йоанн сегодня утром я читал слово из Библии. Я читал Исайю, 40 главу, 31 стих. И здесь написано, надеющиеся на Господа обновятся в силе. Йоанн, 66 книг Библии являются Словом Бога. По этому слову, хотя ты умираешь, потому что ужалил тебя скорпион, чтобы победить дядя скорпиона, тебе нужна сила. И что же говорит нам Писание? Написано, надеющиеся на Господа обновятся в силе. 66 книг Библии являются Словом Бога. И Бог ни в коем случае не обманывает. Попробуй сейчас надеяться на Господа. Тогда Бог обязательно тебе даст новую силу. И тогда ты сможешь победить дядя скорпиона. Знаете, о чем я хочу сегодня вам сказать? Когда мы ведем духовную жизнь, часто мы решаем навести две вещи. Первый говорит, это возможно? Бог интересно услышит мою молитву? Правда ли мои грехи омыты? А вдруг мои грехи остались? Сатана дает множество мыслей, чтобы мы не доверяли Господу Богу. Знаете, за что я был обладанен Богу? Это то, что в моих руках была Библия. Это книга, 66 книг Библии. И то, что оно сделано на корейском. И когда мы пишем Слово Бога, мы видели Деяние Господа Бога, и оно находится в моих руках. И каждое Слово, которое здесь, это Слово Бога. В Библии ясно написано, что написано здесь. Здесь написано, «Надеющиеся на Господа обновятся в силе». Врачи говорили, что Йоанн умрет через два часа. Я, будучи пастором, мог сказать только Слово из Библии. Я сказал нашему представителю, «Могу ли я поговорить с Йоанном?» «Да, конечно, пастор». Дайте ему телефон. «Я, Йоанн, это пастор Ухсупак». «Я, Йоанн, ты слышишь мой голос?» «Да, пастор. Йоанн, говорят, тебя ужалил африканский скорпион. И говорят, что ты умираешь. Врачи говорят, что ты сможешь прожить максимум два часа. Но Йоанн — это положение. Знаешь, что говорит Слово? «Надеющиеся на Господа обновятся в силе». Йоанн, чтобы ты победил яд Скорпиона, тебе нужна новая сила. Если ты будешь надеяться на Господа Бога, Бог по Своему Слову даст тебе новую силу. И тогда ты точно сможешь победить яд Скорпиона. Йоанн, послушай меня. Я много раз размышлял. А вдруг Йоанн не оживет? Вдруг Бог не даст ему новую силу? Да, подобные мысли ко мне приходили. И не ко мне, а к Йоанну. Например, могут прийти мысли, «А вдруг я не смогу выжить?» Ведь он тоже так может подумать. Но знаете, за что я благодарен перед Богом? Четвертый царь в пятой главе рассказывается о девочке, которая была в доме Неймановой. Когда эту девочку взяли в плен, она была продана в рабство, оказалась в доме прокаженного. Да, ее жизнь была очень жалкой и страшной. Но Господь Бог однажды дал ее одну мысль. Вы, начальник Нейман, он прокаженный. Но если пойти к пророку, который в Самаре, он же может исцелить его. Так вот, для чего Бог послал меня в дом Неймановой, чтобы исцелить его болезнь. Если я скажу об этом, Нейман пойдет в Самарию и исцелится от болезни, и тогда в этом доме будет большая радость. Подобные мысли приходили к ней. Потом думает, а зачем? Разве он меня послушается? Да, вряд ли. А вдруг он пойдет к пророку и не исцелится? Что тогда будет со мною? Подобные мысли приходят к нам и уничтожают то сердце, которое хочет сказать слова Нейману. Когда ко мне приходят подобные мысли, вот, Йоанн умирает, а я зря скажу, и потом окажусь до неловкой ситуации. И тем более, а вдруг он не поверит, хотя я буду говорить ему. Если бы у меня были мысли, которые не доверяют Господа Бога, я бы не мог так уверенно сказать эти слова веры Йоанну. Я сказал, Йоанн 66 книг Библии является Словом Бога. Это Слово Библии является Словом Бога. А Господь Бог ни в коем случае не обманывает. Здесь написано, надеющиеся на Господа обновятся в силе. Йоанн, тебя ужалил Скорпион, ты умираешь. Тебе нужна сила, чтобы победить яд Скорпиона. Для этого нужно надеяться на Господа. Тогда Бог обязательно даст тебе новую силу. И, Йоанн, ты сможешь тогда победить яд Скорпиона. Среди нас, например, кто-то сеет семя. Семя упало на дорогу, попало на терни, на камни, на местное место, или на хорошую землю. Когда мы слушаем Слово Бога, к нам приходят мысли, а это возможно? А вдруг я окажусь в неловкой ситуации. Вы представляете, сколько Сатана уничтожает Слово Бога, которое попадает в ваше сердце? Если вы поверите Слово Бога, и если вы сделаете шаг, Господь удивительным образом будет действовать. Пастор Ким Ги Сон, он противостал мне, и в церкви города Анзан возникли большие проблемы. К вечеру проблема была решена, и я сказал, преследием Анзанской церкви. Можете завтра утром послать пастор Ким Ги Сон ко мне? Да, и утром следующего дня пастор Ким Ги Сон был вынужден приехать ко мне. Когда мы встретились, он немножко был в подавленном состоянии. Сказал, пастор, я противник. Я сказал, мы все противники. С этого момента новое сердце не надо просто приобрести. Знаете, все наши служители отличаются друг от друга. Но в этом вопросе пастор Ким Ги Сон, да, раньше он был в бандитской группировке, но сейчас он совсем иной. Он поменял свое сердце. И он делает все, что я ему говорю. И сказал, брат Ким, иди в тюрьму и передавай слово. В то время мне хотелось создать, знаете, колонию, гражданскую колонию. И хотел поставить пастор Ким Ги Сон руководителем этой колонии, чтобы он благовествовал Евангелие. Но оказалось, это непросто. В Кеннише он начал благовествовать слово. И он делал все, что я ему говорил. Сначала в колонии сказали, что невозможно работать. Но он все равно пошел снова. Тогда начальник говорит, зачем вы здесь пришли? Но вы же сказали прийти. Когда это я сказал прийти вам? Вы сказали прийти. Хо-хо. Интересный вы человек. Когда это я вам сказал приходить? Я сказал, не приходите. Хотя вы сказали, не приходите, но я посчитал, что это вы приглашаете меня. Я был удивлен. Я сказал, ну ладно, давайте пройдем. И таким образом возникла возможность работать в тюрьмах. Я сказал, не надо ходить одному. Возьми с собой кого-нибудь. Чтобы когда ты будешь занят, мог кто-то другой пойти вместо тебя. Но в колонии это невозможно. Но представляете, с того дня поменялся закон, и он мог взять одного с собой. Может быть, потому что его прошлое связано как-то с этим миром. Но он делает все, что я ему говорю. Знаете, люди слушают Слово, а потом взвешивают это правильно, неправильно, это нравится мне или не нравится. Если они не хочутся слушать, они не слушают. Если хотят слушать, они слушают. Пастор Кингий Саунши, я даже уважаю в этом плане. Президент Кения общался с пастором Кингий Саунши целый час. И он попросил, чтобы работали с госчиновниками. И потом в Кении получили помощь от компаний и начали устанавливать в колониях телевизоры. Во многих колониях не было телевизора. Представляете, как заключенные обрадовались этому? Смотрят новости, узнают, как идет мир. Потому что в колонии ведь никто не знает, если об этом не скажут. Позволили смотреть новости. Потом сказали, будет теологическая школа. В режиме онлайн. Я буду читать лекции в Корее, а вы слушайте. И по телевизору показывали эти лекции. Знаете, в колониях есть люди, которые заключены на всю жизнь. Что это за люди? У них нет срока. Всю жизнь они должны находиться там. И они не могут выйти на свободу. И таких людей он начал учить духовной жизни. И он возложил на служителей. Знаете, в колониях боятся таких людей. Потому что большинство не совершили убийства. Они боятся их. Но когда они стали пасторами, атмосфера колонии начала меняться в хорошую сторону. Мне кажется, я не смогу жить, как он. Но этот брат повинуется только слову Бога. Да, хотя раньше был в бандитской группировке, но он совсем другой. И во всех его делах помогает Бог. Во всех тюрьмах Кении. А в Америке есть понятие Чепплин. Когда в прошлый раз я был в Антланте, то глава этих служителей Чепплиннов, он 5 часов ехал на машине, чтобы встретиться со мною. И мы с ним общались. И он получил спасение. Это прошлый год. У нас был форум CLF. И он говорит, сколько мне Чепплиннов отправить к вам на общине? И говорит, я отправлю 5 автобусов. В автобусы вмещается в Америке 50 человек. И он хотел отправить 250 Чепплиннов на наше мероприятие. И в этот раз 28-м нашим служителям дал право быть Чепплинами. Когда они слушают наши лекции, и если заключенные будут получать баллы, то этот заключенный ему сокращают на 10 дней срок нахождения в колонии. может быть, казалось, 10 дней, да что здесь такого? Но для них даже 1 час — это ужасное время. И поэтому рано утром выходят, как только освобождаются. Они долго не могут там находиться. Когда наши служители начали благовестить Евангелие, всем сердцем они слушали Слово. Мы также начали собирать новых Чепплиннов, начали их обучать, начали их воспитывать, чтобы в колониях... Чепплин, что такое Чепплин? Это вот ты пастор, но ты не работаешь в церкви и работаешь в школах или, например, в армии или в больнице или в колониях. Вот таких служителей называют в Америке Чепплинами. И самый ответственный человек получил спасение и делать все, что мы хотим. Когда люди получают обучение, могут стать пасторами и заключенным сокращают на 10 дней срок нахождения в колонии. Это удивительно. В этот раз я собирался с учителями, ведь Америка начиналась как христианское государство. Многие в Америке являются христианами. Но сейчас в школах нельзя передавать слово. И сейчас хотят поменять этот закон. Говорят, не говорите о Библии. Я сказал, говорите о Майнд образовании. И когда будете говорить о Майнде, естественно, будете говорить о Библии. Даже если они не поверят. Да, можно говорить, например, о Будде. Поэтому, когда говорим о Майнде образовании, мы будем говорить об Иисусе. Директора школы, слушай меня, они так удивлялись. В нашей работе, да, у нас есть сердце, которое должно быть у человека. У Бога же сердце, которое есть только у Бога. Конечно, это не проблема. Но в чем же проблема? Так говорит Господь. Мои мысли не ваши мысли. Мои пути не ваши пути. Очень часто люди хотят делать дела Божьей с точки зрения представления человека. И Сатана искушает нас таким образом, чтобы мы из-за человеческих наших представлений не могли поверить Слово Богу, как оно есть. Мы должны оставить в стороне наши человеческие представления, наши привычки. Вы можете жить с любимыми мыслями. Но перед Словом Бога у вас должно быть сердце, которое прямо принимает Слово Бога. И тогда начинается удивительное деяние. Но очень часто, с человеческой точки зрения, мы смотрим на Библию. И с этим мы ведем духовную жизнь. И Сатана ведет сердце всех людей, чтобы люди старались что-то делать. Чтобы получить прощение грехов, и наши старания никак не связаны. Самое главное — это получать руководство от Духа Святого. Но из-за того, что мы стараемся, мы не можем войти в веру. Когда Чи Ян услышал мои слова, он подумал, слышал, как такое может быть. Пастор Спах всегда говорит так. Врачи говорят, что я умру в течение двух часов. Разве я поверю в Слово, и что-то изменится? Ведь к нему могли прийти подобные мысли. «Да я же умираю, что-то может помочь мне?» Если он так подумает, тогда все, конец. Тогда он умрет. Веря в Бога, перед Словом Божиим, очень часто человеческие мысли начинают охватывать меня. Но если вы освободитесь от этого, сердце, которое дает вам Бог, слово, которое дает вам Бог, когда вы принимаете их и поверите в Слово, я об этом часто говорю, 4 царств, 5 глава, здесь рассказывается о девочке, которая была взята в плен Нейманом и начинала служить в доме Неймановой. Ей было грустно. «Я же верю в Бога, почему же я здесь? Когда же я вернусь домой? Разве у вас есть выпускной? Сколько я буду здесь находиться? А генерал, он прокаженный». Знаете, я в Америке рассказал эту историю, я рассказал про стиральную машину LG. «И говорят, в Америке многие пользуются стиральной машиной LG». «Знаете стиральную машину LG?» «А эта девочка думает, а здесь нет даже этой стиральной машины». «Да, и страшно, что ты можешь заразиться от проказа, пока будешь стирать его вещи». Я спросил, «В Америке есть стиральная машина LG?» «Они говорят, да, конечно». Я подумал, «О, молодцы, компания LG». У этой девочки на сердце было много недовольствий, много ропота. «Почему это Бог меня не защитил? Почему Он не позаботился обо мне? Что же я неправильно сделала? Какой я грех совершила? Что я должна быть здесь, в работе?» У нее были подобные мысли. Но Бог однажды дал новые мысли. Эта проказа. Ведь она ничто, если он встанет перед пророком. Совершенно верно. Тогда он ведь точно исцелится. Так вот, для чего Бог послал меня в это место. Мысли, которые только что были у нее. Эти новые мысли полностью отличались. Если Ваня начинает стириться, они будут счастливы, они будут хорошо относиться ко мне. Так вот, для чего Бог сделал, чтобы я оказался здесь в плену. Я должна об этом сказать. Радость и благодарность начали переполнять ее сердце. Однако, а если я скажу, а он вообще пойдет? Да он не послушается меня. Ведь мы же враждуем. Да быть такого не может, что пойдет. Если бы она приняла бы эти мысли, если бы она последовала за этими словами, она бы погрузилась в прежние мысли. «О, я в чужом доме. Как я буду здесь жить? Как же я вернусь домой? Я тоскую по маме. Я хочу увидеть друзей. Что за дом такой?» Дорогие слушатели, Бог и сейчас жив в наших сердцах. Неважно, кем вы являетесь. Не надо взвешивать Слово Бога, вам подходит или не подходит. Если вы верой примете Слово Господа Бога в свое сердце, в вашей жизни изменится все. Скажите «Аминь». Скажите «Аминь». Скажите «Аминь». Множество Слова, которые есть в Библии, оно может стать семья, которая посеяна на куда руки, или в терновом месте, или в каменистом месте, который не может дать плодов. Однако, если любое Слово вы прочитаете, и если вы примете его верою, неважно, кем вы являетесь, вы станете удивительными людьми. Кремля нам 3 главе 23. Психий написано. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Получая оправдание даром, поблагодаря его искуплением во Христе Иисусе. Я не знал это слово. Я ходил в пресвитеринскую церковь и называл себя грешником. Я считал, что у меня много греха. Но после того, как это слово вошло в мое сердце, я начал отличаться от других прихожан. После того, как я принял одно слово в свое сердце, я начал говорить нашим друзьям, что надо получить прощение грехов. Прошло время, и тогда люди начали избегать меня. Пастор начал делать меня изгоем. Я думал, у меня же только церковь, куда я могу пойти? Мне было обидно. Но прошел месяц, и у меня появилась возможность поступить в миссельскую школу. И с того момента я видел, как Бог удивительным образом ведет меня. Я был всего лишь молодой человек, который ходит в церковь в деревне. Но когда это слово вошло в мое сердце, однажды собрались ребята. Я хотел войти в комнату для молодежи. Я услышал, о чем говорят внутри. Ребята говорили про меня. Ха, Ухсу, он такой смешной. Я же знаю его, он говорит, что у него нет греха. Вот они правильно говорят. Я сделал много плохого. Я согрешил. И поэтому, конечно, непонятно. Я не говорил, что я не грешил. Я говорил, что у меня нет греха. Если ты согрешил, но если я не омыто, ведь нет греха. Не грешить и не иметь греха — это разные вещи. Если получил прощение грехов, значит, у тебя нет грехов. Я никогда не говорил, что я не грешил. Я много имею греха, но Иисус очистил. Поэтому я с тебя не омыт. Я стал праведным. Но они говорят, мы же вместе делали плохое. Как он может так говорить? Что рассказывается в книге Немии? Немия оказался при Новавилоне. Но что было хорошего? Он стал виначерпием. И находился всегда рядом с царем. Немия же, находясь в Новавилоне, он всегда тосковал о Израиле. Как хочется вернуться в Израиль и служить Богу, служить Господу, проводить собрания. Как же это хочется? Он тосковал поэтому. Каждый день приводили рабов, и пришел его брат. И он спросил, как там в Иерусалиме? И он сказал удивительные вещи. Пока он находился в Вавилоне, он всегда думал, как вернуться в Иерусалим и тосковал по Иерусалиму. Ему говорят, что стена разрушена и ворота сожжены. То есть, самого города Иерусалима не стало. Теперь исчезла надежда. «Мне так хочется быть в Иерусалиме. Хочется служить Господу Богу. Однако стены разрушены. Город сожжен». У него была такая боль, что он не мог вытерпеть. И он погрузился в грусть. Несколько дней он не ел, он пастился. Однажды, когда он встал перед царем, он предстал перед царем, чтобы подать вино. И царь сказал, «Подойди». «Да у тебя же нет болезни». «Конечно, больных людей не будут ставить перед царем, правильно?» «Ну, что-то у тебя на лице не то». «По-моему, у тебя есть какие-то беспокойства, что случилось?» И он был очень сильно удивлен. Он про себя ведь искал Господа Бога. И он говорит, «Когда стены и ворота сожжены, как я могу не беспокоиться?» «А, вот как». «Скажи, что ты хочешь?» «Да позвольте мне пойти в Иерусалим и построить стены». «Сколько тебе нужно времени?» «И Немию ставят правителем Израиля». «Правителем Иерусалима. Как это удивительно». «Это было удивительно». «И он направляется в Иерусалим, чтобы восстановить стены». «И приходят люди, которые помогают. Они начали строить стену». «Но также было много противников». «Замбалат». «Товия». «Ногим способом хотели помешать ему». «Это не история Немии». «Это наша история». «Бог тоскует о нас». «Бог хочет, чтобы мы строили стену Бога». «Бог хочет, чтобы мы благовествовали Евангелие». «И когда мы хотим это сделать, мы вкладываем мысли, говорим, что у нас не получится, что будет провал. Когда я читаю слово, мне так нравится это слово. Было много противников. Но какое слово здесь есть? Немия, 6 глава, 15 стих. «Была совершена в 25-й день месяца Эллула в 52 дня. Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. Я благовествовал в Евангелии. Когда я говорил, что мы праведники и получили прощение грехов, люди называли меня еретиком. Но, знаете, Господь Бог был со мною. Бог открывал путь. В прошлом году, когда мы проводили дистанционно все мероприятия из-за коронавируса, я был удивлен, когда в этот раз побывал в Америке. Собрались мэры городов, которые находятся рядом с Лос-Анджелесом. Они были заинтересованы май на образование. Я читал лекцию. И два человека получили прощение грехов. Они были счастливы, пока слушали Евангелие. Они сказали, давайте будем работать вместе. Я был очень благодарен. Я был в одном городе. На это мероприятие пришел один депутат. Я передавал Евангелие. Он сказал, когда я пришел сюда, я был грешен, но ухожу праведником. Большой радостью он вернулся домой. Меня пригласили на телевидение в «Он Визион». Ведущая брала у меня интервью и попросили, чтобы телепередачи по книге Евангелия Иоанна трансфировались. Я что скажу? Конечно, пожалуйста. На удовольствие. Пользуйтесь. Подобное на самом деле не может произойти. Такого быть не может. Многих телевидениях трансфируется цикл проповедей по Евангелия Иоанна. Мы впервые виделись. Они брали у меня интервью. И они так удивлялись. Да, ведущий телепередачи CTN. Так был впечатлен. Слушая слово, ведущий плакал. Я думал, неужели это реальность? Посмотрите. Был в Виночерпии. И когда был в Иерусалиме, строят стену. Было много противников. Он побеждает врагов и построили стены. Что могут на это сказать? Они могут сказать, это Бог. И Господь Бог. Он живет в вас. Он очистил ваши грехи. Когда вы встречаете какое-то дело, не вы встречаете. Вы должны верить, что живой Господь Бог со мной, и Он встречает со мной эту проблему вместе. Аминь? Да. Вы являетесь инструментами Бога. Бог совершает свое дело через вас. Пастор у супак уничтожен человек. Но я отдал себя Богу. И тогда Богу годно использовать меня. Он желает всех вас использовать ради Евангелия. И Бог будет жить и обязательно будет действовать. Было много противников, которые хотели помешать строить стены города. Они говорили, «Не имею, хочется стать царем!» «Он станет царем Иерусалима!» «Да был подобный слух!» «Да, думайте, что хотите!» «Это ваши проблемы!» «Не надо беспокоиться!» «Я занят!» «Не надо с ними даже видеться!» И стены были построены. Знаете, что непонятно? Как это Виночерпи может пойти строить стены города? Но царь посмотрел. «Ты же не в болезни!» «Но что у тебя с лицом?» «У тебя есть беспокойствие!» «Бог увидел, как сердце не имеет беспокоиться из-за того, что стены города разрушены!» «Поскольку его сердце по сердцу Божьему!» «Бог начинает вдохновлять сердце царя!» «У тебя же нет болезни!» «Ну что у тебя с лицом?» «А, у тебя, наверное, есть какое-то беспокойство!» «Неймия был удивлен!» «Царь, подожди, я помолюсь!» «Он же ведь не может так сказать!» «Он постучался...» «Да и говорит, как я могу радоваться, когда город, где мои родители находятся, они засажены!» «Тогда царь спрашивает, что ты хочешь?» «Позволь мне пойти и построить стены!» «А когда ты сможешь вернуться?» «Иди!» «И потом он говорит царю!» «Дай, пожалуйста, письмо, чтобы я мог получить необходимые материалы для строительства!» «Получив приказ царя, взяв документ царя, будучи правителем, направляется в Иерусалим!» «Он мог совершать удивительные вещи!» «Когда построили город Иерусалим!» «Когда город был сожжен, и он находился в печали!» «И Бог сделал, чтобы мы могли построить весь город!» «И с радостью вернуться!» «Когда мы занимаемся подобным, есть много проблем!» «Много противников!» «Были многие, которые противились!» «Но это не проблема!» «Потому что ведь Бог с нами!» «Это не значит, что нет проблем!» «Да, проблемы есть!» «Но Бог, который рядом с нами, Он решает все проблемы!» «Я был ничтожным человеком!» «Моя сестра говорила, «Оксу, ты не должен становиться пастором!» «Знаете, у меня не было дара быть пастором!» «Когда я женился, моя супруга говорила мне, «Три Три Три!» «У меня был короткий язык, поэтому я плохо произносил эти слова!» «Моя супруга смеялась и говорила, «У меня не получалось говорить «Сырицать три!»» «Сейчас получается?» «После того, как я получил спасение, когда читал в школе книгу, все смеялись, потому что у меня было плохое произношение!» «Я много тренировался!» «Я говорил, «Бог сказал слово!» «Но сейчас даже чувствуется, что у меня короткий язык!» «Какой из меня может быть пастор?» «Я тоже не представлял себя, что буду пастором!» «Однако, я не хотел быть пастором, но хотел благовествовать Евангелие!» «Я хотел благовествовать Евангелие!» «Мне нравилось Евангелие!» «Да были трудности!» «Голодал порой!» «Но когда я преодолел эти условия, я увидел, что даже у такого, как я, Бог действует!» «Бог желает трудиться так же и у вас!» «Бог хочет сделать вас такими!» «Смотрите на обещание Бога!» «Даже когда положение отличается от обещания!» «Пренебрегайте положением!» «И смотрите на обещания!» «Когда я сказал Юану, у меня приходили мысли, а вдруг он не выздоровеет!» «Когда я говорил какому-то пастору нам!» «И когда я говорил брату Ким Чунган!» «Вдруг он не выздоровеет!» «Да, подобные мысли приходили ко мне!» «Но это ведь уже не моя проблема!» «Я поверил в обещание Бога!» «Когда я поверил в Его обещание!» «Бог действительно действовал!» «Аминь!» «Брат Ким Чунган, который говорил, что он умрет на следующий день, остался жив!» «Или миссионерам, которые сказали, что он умрет, он вышел!» «Юану сказали, что он умрет через два часа, но он вышел!» «Потому что это были не мои слова, а слова Бога!» «Если не произойдет, значит, Бог обманывает, но такого не может быть!» «Знаете, Сатана искушает нас!» «И Сатана уничтожает множество слов из нашего сердца!» «О, это не получится!» «То не получится, то сложно!» «Притворяемся, что мы добрые!» «И говорим, я не имею веры!» «Разве это повод для хвалы?» «Надо поверить!» «Разве Бог не тот, в котором мы можем доверять?» «Что значит нет веры?» «Это неправильно!» «Но Сатана искушает нас, и мы вели жизнь, в которой не было веры!» «Бог увидел, что Неймия есть сердце, которое любит город Юрусалим!» «Видя, как он со слезами печалится!» «Видя, как он страдает!» «Бог дал право быть правителем Юрусалима!» «Было множество врагов и противников!» «Они препятствовали!» «Они хотели убить Неймию!» «Он человек Божий!» «Бог послал меня сюда!» «Поэтому это исполнится обязательно!» «Даже люди, которые были в городе, возмущались!» «О, столько работы! Мы не сможем построить! Столько врагов!» «Было много преграды!» «Но он смотрел на Бога и все преодолел!» Я хочу задать вам вопрос. «Вы предваряете, что вы спокойны!» «Но уничтожаете много мыслей, которые приходят в слово!» «Не доверяете слову Божьему!» «Говорите, это невозможно!» «Это не получится!» «И останавливайтесь!» «И просто хотите жить спокойно!» «Кажется, следовать за словом сложно, трудно!» «Кажется, что не получится!» «Но это не так!» «Бог искренне желает действовать в вашей жизни!» «Это жена сына пророческого!» «Или это девочка, которая была в доме Неманова!» «И тогда...» «Но мысли приходят, а вдруг не исцелиться?» «Тогда только мне ведь будет тяжело и трудно!» «Разные мысли были у нее!» «Надо разделять наши мысли!» «Слово Бога и слово мысли!» «Если наши мысли соответствовались со словом Бога...» «Тогда не оставляйте эти мысли!» «Наоборот, верой делайте шаг!» «Бог удивительно будет действовать в вас!» «В этот раз я был в Атланте...» «Я встретил ректора Большой теологической школы...» «Он говорит, что он из Гаити...» «Сейчас миссионер Лиан Соль, супруга и та же миссионер Лилис служат на Гаити...» «И миссионер Изюнгон служит в городе...» «Абрат Лиан Соль служит в деревне...» «И там были повстанческие группировки...» «Которые хотели отобрать власть...» «И в прошлый раз были тоже проблемы...» «Поэтому невозможно снять деньги из банка...» «Мы отправляли понемножку денег им...» «Знаете, я очень скупой человек...» «Поэтому много денег я никогда не отправляю...» «Только столько, сколько бы хватило на рис...» «Там есть многие, которые не могут даже питаться...» «Поэтому он зовет к себе и кормит их...» «Шестнадцать человек едят в церкви...» «Я был очень благодарен за это...» «Я подумал, надо отправлять их за рис...» «Я никогда не отправляю много денег...» «И одна организация правительственная постоянно предоставляет рис...» «И в прошлый раз...» «Они были в городе, и потом, когда возвращались домой...» «Там было много разбойников...» «И в них начали стрелять с оружия...» «И он был в этой ситуации...» «Он с супругой были в машине...» «Он сказал супруге, да, наклонить голову...» «И как только наклонили, пуля пролетела мимо...» «Да, и его супруг потеряла сознание...» «В этот раз они просили, чтобы я помолился за них...» «Они приехали в Атланту...» «Я был очень благодарен...» «Что этот пастор, который является ректором теологической школы...» «Также служитель, который получил спасение, он тоже был родом из Гаити...» «Они служат в другой стране, не в Гаити...» «Все миссионеры уехали из Гаити...» «Али Хансор и Дзюгун, они остались на Гаити...» «И они удивлялись, видя наших миссионеров...» «Они говорили, как вы можете там жить...» «Они свидетельствовали, что Бог помогал нам...» «Так шло время...» «Так много стреляли в машину...» «В конце концов, они ползком дошли до полицейского участка...» «Но полицейский участок был тоже под контролем...» «Столько мертвых тел было, но очень пережили большие трудности...» «Но я был благодарен перед Богом...» «Что говорит пастор Пак Генгук?» «Вот столько...» «Да? Миллиметр...» «И пуля вот попала бы в супругу, миссионера...» «Я был так впечатлен...» «Знаете, пастор Ли Хангуй, который является отцом миссионера Ли Хан Соль...» «Он очень страдал из-за своего сына, однажды в лагере...» «Он вышел, выпил с друзьями и попался в ней...» «Поэтому я очень сильно его ругал, помню» «Видя как братья...» «Он дает свою жизнь ради Евангелия, это было очень впечатляюще...» «И знаете, на супругов миссионер Ли Хан Соль смотрит как на ангелов...» «Они передали нам Евангелие...» «В нашей церкви есть очень много драгоценных миссионеров...» «Конечно, есть не такие...» «Конечно, я не знаю всех...» «Бог позволяет нам благовествовать Евангелие...» «Дорогие, не старайтесь просто хорошо питаться и потом уйти в Царство Небесное...» «Если в вашем сердце будет Евангелие...» «Почему же Бог сделал из Неми виночерпие...» «Для чего же Бог поменял сердце Царя...» «И представляете, как Неми было радостно, когда он смог построить стены города...» «Мы строим, восстанавливаем город Евангелие, который разрушен...» «Нет истинного Евангелия нигде...» «И мы ради этого дела хотим отдать себя...» «Хотим отдать нашу жизнь...» «Хотим полностью отдать себя...» «Господь удивительным образом будет действовать...» «И наша деятельность увеличивается...» «И идея не становится все больше и больше...» «Теперь давайте будем жить ради Евангелия...» «Порой жить ради Евангелия кажется тяжелым...» «Но это не тяжело...» «Бог будет обязательно помогать...» «Не нужно бояться...» «С дерзновением...» «Богу годно, чтобы Евангелие была благовествована...» «Пастор Уксубак уничтожен человек...» «Но поскольку благовествует Евангелие, он видел, как Бог действует...» «Бог ставит для того, чтобы мы благовествовали Евангелие...» «Давайте будем жить ради Евангелия...» «Спасибо за...» «Давайте будем жить ради Евангелия...» «С Thoughts...» «Я своё мыш 어� SixtASU Unified...» « reappCoolthere сейчас было 여기 puisqu'«» « emer четыреão...» «Не надеюсь, вы驚жала...» «Очень просто благословится...»